Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Парк будущего, в том числе и для будущего «Анапы». На курорте открылся учебно-тренировочный центр для молодых профессионалов, который будет открыт и для анапчан. Законные меры к незаконным торговцам. В «Анапе» больше 10 несанкционированных торговых точек пойдут под снос. Инвентаризация экосистемы. На Большом Атрише российские ученые ведут перепись лишайников. Парк будущего открылся во Всероссийском детском центре «Смена». Там запустили обратный отсчет до начала Всемирного первенства среди молодых профессионалов. В этом году она пройдет в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. На Анапском побережье, на только что построенной площадке, российская команда проводит сборы. Вместе с тем, современное оборудование и инфраструктуру смогут использовать студенты и школьники из города-курорта. Стенд с действующим двигателем легкового автомобиля. Рядом наглядно можно понять, что происходит внутри коробки передач, как работает система из сцепления и рычага переключения. Это парк будущего. Уникальная учебно-тренировочная площадка, на которой участники движения молодых профессионалов будут оттачивать свое мастерство. Всего шесть павильонов. Строительство, сервисы, дизайн, промышленность, транспорт. Профессии будущего. Сейчас это, например, робототехника. Список постоянно пополняется. А информационные технологии – будущее, которое уже наступило. Она считывает, открыта ли дверь в помощь этого датчика. Этот датчик уже отправляет в облачное приложение информацию, дверь открыта или закрыта. Облачное приложение – это специальная программа в сети интернет. Туда же можно вывести информацию с датчика утечки газа, климатические сенсоры. Новую инфраструктуру показывают заместителям министра образования России, а также представителям российских компаний. Центр смена 32 года назад открывался именно как профориентационная площадка. Сегодня здесь говорят о фактическом возврате к истокам с поправкой на развитие технологий. Самое главное – это те полигоны профессии, когда ребята приезжают для того, чтобы своими руками попробовать эту профессию вживую. Понять, его это или не его, выбрать и убедиться в том, что он выбор сделал не зря, если он студент колледжа. Здесь же – центр подготовки национальной сборной по профессиональному мастерству для участия в международных чемпионатах. Движение чем-то похоже на олимпийское. Символический обратный отсчет времени до первенства мира, которое пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Впервые Россия принимает в нем участие по всем дисциплинам. В смене участников сборной учат преодолевать стресс, общаться на английском языке и другим навыкам. Когда мы говорим о том, что человек профессионал, мы очень часто видим только профессиональную составляющую, то, как он умеет работать. Но для того, чтобы это проявить, необходимы те навыки, которые ставятся именно здесь. Это психофизические умения, то есть умение контролировать свой собственный организм. Это командная работа. Ну и, безусловно, элементарная физическая подготовка, она, безусловно, важна. Ну и, судя по ощущениям, судя по сегодняшней погоде, мы очень близки по температурному режиму, который нам предстоит в Абадабе. Это робот, который тушит условный пожар. Его собрал Владислав. Он из набережных Челнов Республики Татарстан. В мобильной робототехнике есть такой пункт, как представление своего проекта, то есть откуда, что делает робот. И в итоге это поможет нам представить и получить дополнительные баллы. В Российском министерстве образования называют центр одним из ключей в модернизации системы подготовки кадров. И здесь стоит еще одна важная задача – гарантировать молодым профессионалам трудоустройство. Мы должны создать систему подготовки профессиональных кадров, которая отвечает на вызовы рынка труда. А какие у нас вызовы рынка труда? Это очень динамичная смена технологий, это появление новых профессий. Тем временем муниципальные власти уже договорились с руководством смены и представителями министерства образования об использовании новой инфраструктуры. Нашим анапчанам юным, вот мое мнение, очень повезло. Почему? Потому что когда уедут основные дети, отдыхающие здесь, то заедем сюда мы вместе с учителями, мастерами, с нашими учащимися, учениками, студентами. В этом году молодые профессионалы из Анапы достаточно уверенно выступили на уровне региона и приняли участие в чемпионате страны. 90 дворников ежедневно в курортный сезон выходят на улицы Анапы. И все-таки есть места на курорте, где их усилий для наведения порядка должно быть больше. Такую задачу перед коммунальными службами поставил глава города после обхода улицы Гребенская. Ярким краском лета на главной улице, ведущей к морю, сегодня добавился оранжевый цвет жилетов дворников. Один или два уборщика, закрепленных за этой территорией, не смогут навести здесь идеальный порядок. Глава города после обхода улицы Гребенской остался недоволен ее санитарным состоянием. Заместитель главы города Анжелика Бузунова на все уверения своих подчиненных, что эта улица убирается регулярно, показала прибордюрку в окурках, явно брошенных не сегодня. Пока я не позвала, никто никого не убирал. Мы убираемся постоянно, Анжел Антоник. Нет, это упало не только, что ли, понимаете? Не только. Ну, по тем, скажем, все валяется. Здесь идем, где валяется. Что у тебя убирается? Какой красивой была эта улица сразу после ремонта в ожидании отдыхающих. Сегодня тротуарная плитка в грязных потеках. Что вы домой? Пякнуть все. Вот, смотри. Мастер участка ЖКХ находила оправдание качества такой работы. Но улица Красноречивее всяких слов говорила о том, что здесь надо усилий по наведению порядка в несколько раз больше приложить. Да причем здесь пятница. Сегодня понедельник. Сколько труда было вложено в создание на Гребенской цветочных газонов на поливе. Сегодня в поливные устройства втаптываются ножки стульев тех торговцев, что отдыхают в тени лип. Здесь пьют кофе, курят, обедают. И не смущается тем, что огрызки украшают газон, от которого почти ничего не осталось. Незаконная торговля, парковки машин в неположенном месте. По всем этим нарушениям работали сегодня соответствующие службы. В ответ на все оправдания торговцев, что мусор вокруг – дело не мое, очень хочется показать блинную на Горького. С каждым новым курортным сезоном ее предприниматель создает здесь маленький оазис. И несмотря на то, что это объект общепита, здесь идеальная чистая плитка и свежие цветы. Чтобы поддерживать порядок, Юрий Иванович содержит дополнительного уборщика на территории. У северного рынка деревья и цветы поливают сами предприниматели. И в то же время мастер ЖКХ на этой территории сетует, что мороженщики и квасные заваливают мусором все укромные уголки. У всех сегодня проверили договора на вывоз мусора, взяв эту часть города под особый контроль. На ведение порядка глава города требует и в сфере торговли. Курортные и центральные зоны не должны превращаться в стихийный рынок. А все торговые объекты обязаны осуществлять свою деятельность только согласно букве закона. За этим пристально следят специалисты управления муниципального контроля. На всех торговых точках проверяется разрешительная документация. Если она отсутствует, владельцы объекта выносят предписание. Управление муниципального контроля ежедневно осуществляется мониторинг городских территорий, в ходе которых выявляются факты самовольно установленных коммерческих объектов на муниципальной территории. По каждому факту всегда составляется протокол, передается на межведомственную административную комиссию. Сегодня сразу несколько оперативных групп работали в центральной и курортной частях города. На всех незаконно установленных павильонах были размещены официальные предупреждения, где по пунктам расписано заключение межведомственной комиссии и сроки на демонтаж объекта. У незаконных предпринимателей есть всего сутки на то, чтобы самостоятельно убрать павильон с муниципальной территории. В противном случае он будет демонтирован и помещен на специализированную штрафную стоянку. Сегодня три незаконные точки были вывезены с набережной. Еще 13 некапитальных строений по решению межведомственной комиссии подлежат демонтажу. В Анапе продолжается ремонт дорог. На условиях софинансирования из краевого бюджета ремонтируется семь участков в городской черте. Также масштабные работы по асфальтированию развернулись на трассе в районе поселка Суворов-Черкесский. Там дорожникам предстоит заново перестелить порядка 4 километров дорожного полотна. Причем это не поверхностный ремонт, а абсолютно новое качественное покрытие. На объекте работают 6 единиц тяжелой техники. Всего дорожникам необходимо восстановить на этом участке 28 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На это уйдет порядка 3 тысяч тонн асфальта. Все работы ведутся согласно графику. В день рабочие укладывают до 60 метров асфальтовой смеси. Общая длина отремонтированной дороги будет практически 4 километра. Это от заправки на въезде, от двух заправок, и до границы Суворова-Черкеска. Все идет по плану, по графику, без срывов. После укладки асфальта за работу примутся грейдеры. Они укрепят и выровняют обочины. И только потом будет нанесена разметка и установлены новые дорожные знаки. Пока здесь временно работает реверсивное движение. Все работы планируется завершить к сентябрю этого года. Еще неделю будут принимать заявки на участие в конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп». В этом году желающих взойти на «Курортный Олимп» очень много. В связи с чем, Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края было принято решение продлить срок приема заявок до 21 июля. Номинантами могут стать работники туристической сферы, экскурсоводы, горничные, работники службы приема и размещения, а также объекты санаторно-курортной отрасли, кемпинги, пляжи, санатории и другие средства размещения. Всего 14 номинаций. Заявки принимаются до пятницы включительно. Формы анкеты и список документов, необходимых для формирования заявки, а также порядок их подачи, опубликованы на главной странице официального сайта Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края по баннеру «Курортный Олимп-2017». А юных анапчан приглашают для участия в федеральных конкурсах, которые проводятся при поддержке администрации президента и Государственной Думы Российской Федерации. В городском управлении по делам молодежи готовы оказать техническое содействие. Возраст участников от 14 до 35 лет. Работы принимаются до 15 августа. Это могут быть исследования в самых разных областях – социальной сферы, изобретательство, экология, инновации. На конкурсе «Моя законотворческая инициатива». Анапчане уже не единожды достойно представили родной город и край. Конкурсы состоят из двух этапов – заочный тур и финальная часть. В городском управлении по делам молодежи готовы оказать информационную и техническую поддержку. Мы ждем его в управлении по делам молодежи по адресу город Анапа, улица Терская, 79. В удобное для него время поможем и этот проект преобразить, оформим, поможем распечатать необходимые документы, если нужны какие-то графики, поможем редактурой. То есть все необходимые сопроводительные моменты мы, безусловно, будем отслеживать и будем вместе с этим молодым, гипотетически, уже представителем нашего муниципального образования в каких-то творческих конкурсах либо проектах. Мы будем его сопровождать. Участие в этих проектах абсолютно бесплатно. Одно из самых ярких событий этого лета – без сомнения приезд в город-курорт Международного цирка «Братьев Гертнер». Такого Анапа еще не видела. Всю палитру эмоций от феерического шоу ощутила и наша съемочная группа, побывав на первом в этом сезоне представлении. У Международного цирка «Братьев Гертнер» многолетняя богатая история, насчитывающая уже пять поколений династий цирковых артистов. Пять поколений назад мы пришли из Индии. Это был заменитель акробат, который ездил гастролировать в Индию. Женился в Индии и привез слоны в Европу. Все артисты – это большая дружная семья в прямом смысле слова. На сцене можно увидеть и шестое поколение артистической династии. Они также виртуозно исполняют акробатические номера и лихо управляются с животными. Во время представления зрители могут испытать всю палитру эмоций. От номера с тиграми сердце уходит в пятки. Замирает душа от волнения во время сложнейшего эквилибра от «Братьев Гертнер» и переполняется восхищением во время номеров воздушной гимнастики. Ну и, конечно же, восторг от выступления четвероногих артистов. Верблюды, пони, красивейший грациозный арабский скакун, фризы. Дрессировщикам удалось приручить даже гусей. А с таким количеством слонов в России гастролирует только эта группа. Во время представления заряжает смехом и весельем прославленный клоун Армен Асирянц, работавший еще в цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре в Москве. Что называется, и старый мал остаются в восторге от представления. Ведь такую гамму чувств за два часа может подарить только настоящий цирк. А такой, как цирк «Братьев Гертнер» – это восхищение и незабываемое впечатление для всей семьи, пожалуй, на всю жизнь. Очень весело и очень трогательно. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось представление. Я почувствовала себя ребенком. Представление Международного цирка «Братьев Гертнер» проходит ежедневно, кроме понедельника и вторника в 18.30 по адресу село Витязева, Южный проспект 3, парк развлечений «Сказка». В планах у «Братьев Гертнер» гастроли в Анапе до конца лета. Телефон для справок 8 800 222 74 72. В заповеднике Утриш ученые с мировым именем ведут перепись лишайников. Это уникальный организм, который специалисты называют первопроходцами. Кроме того, это своеобразные индикаторы здоровья и экосистемы. От Скандинавии до Кавказа, а вот это только южный вид. Внешне очень похоже, но потенции разные. Вот в лопастинке, вот в ресничке по краю. А еще некоторые лишайники можно это дать на вкус. Есть такая пертузария омара, вот такой беленький лишайничек, которая очень горькая. Она и переводится в латыни «пертузария горькая». Геннадий Урбанавичус и его жена Ирина – одни из ведущих исследователей лишайников, известны не только в России, но и в мире. Работают в Институте экологии Севера Кольского научного центра Российской академии наук. В заповедник Утриш приезжают с 2014 года. Их работа называется инвентаризацией. Задача – обойти большую часть заповедника, чтобы описать все виды лишайников, которые здесь растут. Нужно сказать, что лишайники территории заповедника Утриш были практически не изучены. В гербарных фондах Российской академии наук есть экземпляры, которые были найдены более ста лет назад. Это всего несколько экземпляров. Конкретно где они были найдены, эта информация мало изучена. В мире насчитывается 26 тысяч видов лишайников. Здесь уже обнаружили 400. Причем десятая часть – виды, о которых сами специалисты говорят как об интересных, редких, причем не только для России. Лишайник лабария легочная, лабария пульмонария, включен в Красную книгу России и Краснодарского края. Это не организм, а скорее небольшая замкнутая экосистема, симбиоз гриба и водорослей. Ученые называют их первопроходцами. Сначала на голой скале или заброшенном каменном строении селятся лишайники. Затем постепенно формируется слой почвы, в котором начинает расти трава, а затем деревья. Примерно так в джунглях терялись целые города. Специалисты отмечают, что еще 100 лет назад большей части деревьев здесь не было. Кроме того, появление или исчезновение определенных видов лишайника может говорить о наличии в воздухе различных примесей и даже об изменении климата. Настолько они чувствительны даже к влаге, которая в дыхании человека содержится. И они, естественно, стараются максимально приблизиться к источнику влаги. Либо мокрая почва, либо наклонный ствол, по которому лучше стекает и больше попадает влаги, даже дождя. Некоторые виды нельзя определить на месте. Их будут изучать в лабораторных условиях с помощью микроскопа. Вот так, зубилым молотком собирается. В итоге появится специальный гербарий-каталог. Дальнейшие исследования помогут больше узнать о влиянии лишайников на местную экосистему, а также судить о ее состоянии. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сосиски «Тавровские» 189,90. Московская оригинальная 249 рублей. Салями финская 657 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая 93А. Крымская 98. Амелькова 28. И Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 18 июля в Анапе ожидается переменная облачность. Утром возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем до плюс 31 градуса, ночью прохладнее 22 выше 0. Ветер северо-восточный от 8 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр» «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова